Все проводимые в стране мероприятия по охране животного мира регулируются законом об охране, воспроизводстве и использовании животного мира. В случае несоблюдения закона нарушители привлекаются к ответственности, ведь животный мир является имуществом государства и благом народа, поэтому их защита и сохранение – дело государственной важности. Вымирание животных и сокращение их численности происходит в результате создания сельскохозяйственных угодий путем спашки равнин, ведения сельского хозяйства нерациональными способами, появления различных объектов строительства, добычи полезных ископаемых, обезвлесения. Поэтому в каждом регионе предпринимаются различные меры по охране животного мира, ведется работа по созданию государственных природных курганов. По словам главного специалиста Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбулской области, в настоящее время ведутся работы по созданию двух особо охраняемых природных территорий. В настоящее время управлением ведется работа по созданию двух особо охраняемых природных территорий, в частности в Миркенском районном парке, в Сарысуском и Маинкумских районах, государственные природные курганы Бетпак-Дала. Данные курганы также являются еще и зоологическими, и охота в этих заказниках запрещена. Кроме того, целью создания будущего Миркенского регионального парка является защита рост популяции снежных барсов. По данным исследований ученых, на территории этого будущего кургана находится место расселения и обитания снежного барса. Поэтому мы увеличиваем площадь и проводим работы по ее созданию. В большинстве случаев на исчезновение животного мира напрямую влияют и люди. Например, чрезмерный отлов зверей, коллекция живых животных, слабая борьба с вредными травами в сельском и лесном хозяйстве, потери животных в инженерных сооружениях. Однако, несмотря на подобные проблемы, работа по охране лесного хозяйства и животного мира в области дает положительные результаты. Айгут Хриулина, Азамат Бескенов, Адиль Сайлаубеков, 7.7 News.